если брать карбоновый ствол и обычный стальной ствол то принципиальная разница с точки зрения пользователя охотников вес и жесткость сразу же стоит сделать оговорку что карбоновый ствол это не совсем правильное понятие берется стальная заготовка так называемый лейнер на него уже наматывается углеволокно соответственно что мы получаем увеличение диаметра за счет углеволокна но кардинальное снижение веса если сравнивать аналогичный диаметр с полностью стальным стволом то есть получается мы говорим о том же стальном стволе но за счет обмотки карбоном мы получаем увеличенную толщину ствола то есть мы можем использовать по сути матчевый ствол но с теми же весовыми характеристиками как ствол допустим это 24 миллиметра стандартный ствол блазер допустим 17 миллиметров будет даже тяжелее или да да даже тяжелее чем можно даже еще простите что перебиваю можно сделать оговорку что этот ствол длиннее чем стандартный блазеровский охотничьего контура 17 миллиметров длиннее больше диаметром и при этом легче да хорошо первое мы понимаем преимущества что он еще дает дополнительно оплетка карбоном дает жесткость соответственно характер гармонических колебаний при стрельбе совсем другой грубо говоря ствол при выстреле колебается уже с другой амплитудой это совсем грубо говоря улучшает кучность стрельбы кучность и повторяемость выстрелов что самое главное понятно то есть языком обывателя мы получаем более жесткий ствол который обеспечиваю верно более сильную стрельбу хорошо а что касается нагрева количество выстрелов которое можно сделать и меняется ли точка попадания идет нагрев более медленно более равномерно соответственно можно сделать большее количество выстрелов перед тем как стп начнет уходить в нашем случае мы более полугода проводили изыскание в этой области мы искали поставщика достойного поставщика бланков для использования в наших стволах мы подобрали очень хорошего производителя который сделал бланк под наши тазы в нашем тазы было не менее пяти выстрелов в одной серии после пятого выстрела уже возможно поползновение скажем так средней точки попадания вообще мы гарантируем что как минимум три выстрела будут без нарушения стп вне зависимости от калибра как минимум хорошо с точки зрения вот эксплуатации каких-то сложных условиях если случайно стук ну и так далее насколько вот карбон как покрытие руки и в чем он проигрывает стали на самом деле ни в чем не проигрывает можно сказать смело что ничего ему не будет если где-то уронить винтовку или случайно ударить фактически те же прочностные характеристики можно даже сказать что и повыше отлично а что касается сошек вот мы же все равно наблюдаем что какие-то части остаются металлическими да и лишь одно колено карбоново да да опять же производители сошек борются за снижение веса но важно понимать что чем ниже вес тем ниже может быть и жесткость самих сошек а это соответственно уже негативно влияет на стрельбу и на повторяемость выстрелов можно сделать сушки максимально легкими практически не ощущаемыми на оружие но дадут ли они второй и третий или первый даже выстрела не повторяем это уже вопрос здесь стоит трубка или здесь тоже металлической цилиндру в оплетке карбона здесь уже идет трубка здесь на сколько она прочная опять же боится ли вот карбоновая трубка ударов нет нет карбон обладает очень хорошими прочностями характеристиками его можно сделать достаточно тонким но легким и одновременно с этим очень прочным мы не зря выбрали сошки этого производителя это британская компания tier one очень хорошо себя зарекомендовали как сушки для охоты и в том числе для тактической стрельбы они в принципе можно сказать что лучше чем оригинальная blaser они лучше чем харрис в некоторых моментах но они все-таки уступят таким метрам как атлас но это просто разная категория ну если подытожим то из плюсов карбона это более легкий вес более точная и стабильная стрельба чем из тех же но из тех же стволов либо стволов меньшего диаметра жесткость надежность живучесть это если попробовать в три тезиса сформулировать основное преимущество карбона хорошо проигрывать только карбон стальному стволу с точки зрения экономики да 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 карбон дороже но мы считаем что это очень хорошая инвестиция покупатель выберет именно то здесь понятно за что платить и так у нас наличие три ствола стандартный в 17 миллиметрах 19 миллиметров и 24 миллиметра карбон давайте взвесим и посмотрим на вес стандартные 17 миллиметров 1360 грамм условно убираем 19 миллиметров 1872 грамма и карбон 24 дюйма с установленным дтк из нержавеющей стали 1450 грамм и так как показала наше наглядное взвешивание и сравнение преимущество карбонового ствола на лицо вес либо наравне либо даже меньше чем стандартной стальной 19 миллиметровый ствол и это несмотря на то что карбоновый ствол имеет длину 24 дюйма установлен дтк и его контур 24 миллиметра давайте сравним ради интереса две ложи обе для одного и того же карабина blaser r8 1 родная blaser professional 2 наша карбоновая ложа внешне принципе идентичны габариты совпадают полностью вся разница только в том что это карбон это поля нет давайте их взвесим и посмотрим в чем будет разница начинаем взвешивание blaser professional 1527 грамм установлен спуск установлена коробка отсутствует магазинная вставка теперь сравним с весом карбоновая ложа нашего производства 1164 грамма для горного охотника как мне кажется разница очевидна потому что в горах каждый грамм на счету и каждый грамм ощущается очень даже хорошо кроме этого если посмотреть на интерфейсы для установки сушек или каких-либо способлений можно заметить что на нашей ложе штатно установлена планка вивер или по желанию клиента мы можем поставить антабку для присоединения сушек харрис для блазера же придется приобретать фирменный адаптер фирменный переходник или уже самостоятельно либо при помощи оружейного мастера ставить какой-либо переходник для использования своих сушек